здравствуйте дорогие друзья меня зовут ирина и вы на моем канале запасные крылья на моем канале я буду рассказывать о том как я сама похудела на 94 килограмма и давать всевозможные полезные советы которые помогли мне может быть они помогут и вам сегодня я бы хотела поговорить о жалости разбирала шкаф и наткнулась на книгу эрика ларсона без жалости к себе помните некоторое время назад она была очень популярна и там описывалась адская неделя которую надо себе устроить не жалея себя сломать себя колено как этого согнуть в бараний рог чтобы проверить вот на что ты способен чтобы заставить себя действовать и мне как-то мысль пошла в этом направлении я думаю все-таки что такие зверские методы они только они могут быть полезны только если ты готовишь себя в армию например в армию или там для мужчин спортивного телосложения потому что все-таки мой канал об ожирении о том как с ним бороться и его победить но если не победить то хоть взять под контроль и поэтому мне кажется что вот такие советы что без жалости к себе для нас людей с большим ожирением с ожирением супер ожирением они не подходят и вот я решила задумалась и решила поговорить именно о жалости к себе стоит ли себя жалеть во первых как я считаю мы все жертвы в первую очередь жертвы эволюции потому что мы способность запасать жир она была с точки зрения эволюции прорывом и мы в общем-то герои потому что как согласно пословице пока толстый сохнет худой сдохнет то есть это не наша вина что наши организмы с такой легкостью набирают жир во вторых мы конечно жертвы наших любимых бабушек особенно мое поколение моя бабушка она прошла революцию войну голод всего несколько голодов было очень страшно и ее любовь что совершенно естественно выражалась в откармливание меня то есть для многих людей но это вообще в обществе человеческом принято любовь выражать при помощи еды потому что если вот посмотреть в корень вообще вот философски посмотреть что самое главное на земле любовь нет еда без еды мы умрем кида вода ну это можно в одно объединить пища то есть без пищи мы все умрем поэтому ничего удивительного нет что люди выражают свою любовь и привязанность дружбу делясь едой и кормя близких людей то есть это нельзя осуждать но моя добрая бабушка из благих побуждений в разрастила во мне жировые клетки они мы все знаем что они уже никогда никуда не уйдут они останутся со мной навсегда и мне придется всю жизнь всю мою жизнь бороться с ними как то есть бороться с моим организмом как со злейшим врагом то есть вот к чему приводит как может сломать жизнь любовь и вроде виноватых в этой ситуации нет я не могу винить мою бабушку то есть она без вины виноваты и я без вины виноваты но я уже жертва и наследственность кстати никто не отменял в моей семье все были с лишним весом ну конечно до таких высот как я там 170 килограмм они не доходили но тем не менее лишний вес был у всех и я была уже вот сейчас ученые уже так не говорят как раньше раньше говорили нет никакого наследования то есть это просто пищевые привычки вашей семьи сейчас кстати это уже изменили и часто я слышу как говорят о том что нет нет вот при более детальном изучении этого вопроса нет это не так а то есть жировые клетки то есть генетическая предрасположенность она есть 3 я бы сказала в чем мы жертвы мы жертвы это в том что вот наше поколение у нас отсутствовало было информационный голод отсутствовали знания о том что такое ожирение что это болезнь как ее лечить то есть не было никакой информации вот я у меня посчастливилось я любила читать любила книги и случайно мне досталась книга вот такой вот толщины справочник по диетологии для института питания там было все описано и даны все диеты и все столы то есть было все это расписано и как сейчас помню диету вот эту для похудения номер 8 она была и я ее эту книгу прочитала к своему сожалению и я поверил в советские времена это были семидесятые восьмидесятые годы конечно мы верили печатному слову потому что до желтой прессы не было это было невозможно чтобы взять и не поверь я поверила в эту книгу мне тогда в голову не приходило что когда людей кладут в институт питания то там идет жесткач потому что они должны собственно любой ценой и отчитаться ну что человек поступил там 200 а вышел 180 я тогда этого не понимала и я поверила этой диете это все-таки была государственная книга ну-ка изданный государством все такое и там было написано что диета должна быть на 700 калорий а жидкости практически не пить потому что она мешает и там была дана вот строгая диета я ее взяла на вооружение и всю свою юность лучшие годы жизни я пыталась похудеть именно этим зверским тупым методом и кстати насколько до меня доходят слухи я конечно не могу точно сказать потому что я не лечилась таких институтах то есть я сама учек но говорят что до сих пор там применяют подобные диеты зверские то то есть там какая-нибудь тушеная пустая капуста опять на эти калории ну плюс там душарко и все такое но суть как мы все знаем не душарко у вас похудеет только низко ну смысле ограничение калорийность калорий чуть не сказала фу только ограничение калорийности и больше ничего это мне очень навредило потому что я все время раз за разом садилась на эту диету и раз за разом естественно у меня были срывы ну потому что это невозможно я худела на какой-то вот потом у меня были срывы зажоры и все по кругу и теперь вся моя жизнь из-за то есть я жертва я жертва и теперь вся моя жизнь из-за эволюции которая накосячила из-за моей любимой бабушки которая меня любила из-за отсутствия в советское время информации то есть она сделала меня вечным борцом вечным борцом со своим организмом то есть да кажется со стороны что якобы ожирение я победила я кстати вот используя неправильное слово победить ожирение невозможно я его не победила я всего-навсего обуздала его то есть это как огромный огнедышащий дракон а я как победитель драконов я смогла его приручить и вот держу на цепи кормлю подкармливаю и смотрю чтобы он на меня не нападал то есть я его держу под контролем потому что победить жировые клетки это не нельзя невозможно и вот возвращаясь к эрику ларсен а сейчас вообще вот как без жалости к себе я смотрю что наше общество и полные люди делятся на два больших клана одни считают как в американской армии как американских фильмах а ну те которые поклонники лена мира которые считают да что человек слабая амеба такое вот бесхребетное животное которое ленивая такой ленивая жирная его можно только пинками без жалости то есть чего ты лежишь на диване ну-ка вставай в тренажерный зал до 7 пота давай там тренируйся и только тогда мы тебя будем уважать и ты сможешь другая часть я принадлежу другой потому что долгие годы я ненавидела себя то есть я была когда-то в том стане поэтому я знаю что говорю и я долгие годы ненавидела себя гнобила себя била себя то есть гнула об колено ломала морила голодом даже у меня был такой эпизод когда вспоминая вот эту тупую книгу справочник по диетологии я вбила себе в голову что пить нельзя там было написано что нельзя там ограничивалась в день 700 миллилитров воды это теперь когда я стала умная я понимаю что их цель любой ценой похудеть как диета малышева без соли почему соли нельзя не грамма потому что она вам продала диету интересно за 15000 еще она не подействует и как тогда и быть а если вы соли не грамма есть не будете то у вас вы за месяц точно похудеть у вас будет обезвоживание высохнет вся кожа высохнет лицо у вас будет кровь сгущена но вес вы станете на весы батюшки а я похудела на 5 или 8 10 килограмм это все от лукавого и пока я себя люто ненавидела морила голодом и жаждой до такой степени у меня была жажда что я у меня было сухо во рту как в сахаре то есть вот представьте чем я занималась я в таком виде еще тренировалась и вот что значит значило для меня без жалости к себе я вот не пила ни грамма я просто рот водой полоскала чтобы у меня хоть язык ворочался то есть вот не пила и я себе устраивала вот как у эрика ларсона хотя это было в 90-е годы но это был жесткач нереальный то есть я выходила мы тогда жили за городом я выходила в лес и шла до тех пор пока у меня хватало сил вот шла от дома вот пока хватало сил у меня была собака не боялась или сходить кавказская овчарка огромная белая как огромный белый медведь очень злобная но я не боялась ходить никуда и вот мы шли с ней в лес далеко-далеко то есть я шла пока у меня хватало сил идти представьте себе в чем был подвох в чем была идея что когда у меня уже не хватало сил я останавливалась и поворачивал назад логика была простая что домой то мне надо возвращаться в лесу жить не останусь значит несмотря на то что у меня нет сил я все равно любой ценой дойду до дома вот представьте себе чем я занималась в те далекие времена вот это называется без жалости к себе потом как-то без жалости к себе мне стало жить грустно потому что интересно я была окружена токсичными людьми ну как очень многие толстые люди кстати у них нет поддержки в семье и в ближайшем окружении и стал вырисовываться картина некрасивая то есть и там поддержки нет и я без жалости к себе и как-то мне стала это сильно напрягать и тогда я подумала мне пришла очередная гениальная мысль что ненависть рождает только ненависть что только любовь рождает любовь и приняв это к сведению я стала работать над собой и я потихоньку стала себя жалеть знаете есть такие рекомендации данные а по поводу как себя начать любить жалеть представлять себя маленькой девочкой и вот я представлялась и той маленькой толстой девочкой которая была самая толстая в детском саду самой толстой в классе вот я себя жалел что меня никто не жалел а я себя вот жалела теперешние я вот ту маленькую бедную девочку который ни в чем не виноват но не виновата на что бабушка ее раскормила я родилась с нормальным весом я родилась обычным нормальным ребенком но не моя вина что вот родители но не родители бабушка раскормила меня вот до такого ужасного состояния она хотела мне добра но как говорится ничего не попишешь я начала себя любить потихоньку начала себя уважать и как-то вот когда этот процесс пошел у мне мне стало гораздо легче к себе хорошо относиться когда ты себя начинаешь любить и уважать жалеть и ведь вот как говорят то есть начиная жалости ведь русская пословица на не на пустом месте жалеет значит любит то есть у меня не любовь пришла сначала к себе ну как бы а жалость жалость то есть я начала потихоньку жалеть себя и потихонечку начала вырастать любовь и твои же вот когда жалеем кого-то муж любя вот он бедненький ты мой там и я стала себя так жалеть потихоньку и это как-то медленно не спеша начало перерастать в любовь к себе я себя жалею я себя оберегаю я считаю что жалость к себе она наоборот вот таким людям как я очень очень помогает то есть когда ты сел себя пожалела говорю это бедная иринушка себя в быту иринышкой называем и кстати я хотела вам сказать что есть один мой личный мой личный тест как проверить насколько вы продвинулись в жалости в любви к себе он очень простой это моя как это мою ноу-хау вот раньше когда я допустим разбивала любимую чашку не тогда когда вы пальцем молотком по пальцу тут мы все знаем эту волшебные слова которые скажут любой всегда нет а вот представьте что вы случайно уронили свою на пол свою любимую чашку и она разбилась вот раньше это очень четко я прослеживала когда я не любила себя ругала я говорил тут там криворукая там ну какой даже дура могла сказать прям уже сейчас представить страшно там криворукая безрукая на что-то такое и кстати вот эти слова которые вы говорите неосознанно они вылетают из вашего рта быстрее чем мозг оценивает то что вы хотите сказать это слова вашего окружения вашей мамы папы бабушки вот это их слова которые вы транслируете себе когда вы что-то делали вы их слышали и вот они у вас под корки записались теперь же когда работа проделана вот этот вот тест с чашкой совершенно уже много лет он другой если у меня что-то валится из рук я что-то проливаю если я где-то косячу но в таком роде без члена вредительства то я слова которые вылетают помимо разума из моего рта они всегда одинаковый а иринушка ты сегодня не в руке тебе надо отдохнуть то есть вот я моя теперь мой внутренний голос называет меня иринушка и разговаривать со мной тут а иринушка что-то ты сегодня подустала тебе надо больше отдыхать вот так вот то есть вы можете на себе проследить эволюции я никогда больше в жизни не скажу про себя и вот такое какое-нибудь ужасное плохое слово я все время забываю у меня как бы канал новенький такой он такой еще маленький такой таких тонких ножках но я его уже люблю и поэтому все время забываю на сегодня вспомнила подписывайтесь на мой канал я хочу набрать много подписчиков это мой проект я закончила проект похудения я потом сниму отдельное видео о важности заказ окончание проекта полностью вот это вырабатывает силу не силу воли слова дурацкая это вырабатывает настолько дисциплину и вас чувство победитель то есть если вы что-то наметили вот даже вы не доделали вот чуть-чуть доделайте чтобы поставить галку вот не доделайте так у вас и будет на подкорке вот это записано что ты неудачник ничего до до конца не доводишь то есть это надо делать и закончив мой огромный проект похудения я теперь поставила новую цель проект на ютюбе и конечно я хочу раскрутить его чтобы меня было много подписчиков много читателей и поэтому дорогие друзья подписывайтесь на мой канал а в конце давайте повторим мою любимую аффирмацию с каждым днем моя жизнь чудесным образом становится лучше и лучше во всех направлениях эта фраза волшебная если мы и будем повторять хотя бы там пару раз в день она принесет нам пользу до свидания до скорых встреч